Воспитание детей. Кто ответственен? Школа или родители? Об этом говорим сегодня в программе «Главные новости» в студии Лейсана Абдулина. Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok Поводом для нашей встречи стала история, которая произошла в понедельник. На всю страну прогремела элитная казанская гимназия номер 7. И произошло это не благодаря учебным программам, а ЧП, которое случилось со старшеклассником. 17-летний парень принес на урок оружие, не выпускал из класса учеников и учителя, при этом не угрожал, требований не выдвигал. Полиция приехала, парня арестовали, теперь он находится по решению суда под домашним арестом. Дети не пострадали. За этой историей следят всем миром. Директор школы рассказал свою версию, что причина, скорее всего, несчастной любви. У полномоченному по правам ребенка в республике дали задание разобраться. Родители спрашивают, как теперь спокойно ребенка в школу отправить? Кто должен обеспечить безопасность? И любопытное мнение Анны Кузнецовой. Детский омбудсмен страны заявила, что тут налицо, как она выразилась, нарушение воспитательной программы учреждения. К этой формулировке мы еще вернемся. Вот, собственно, это и является темой нашего сегодня разговора. И, Лилия Раифовна, хотелось бы, конечно, начать вот именно с первого вопроса. Сейчас поднялись вновь в дискуссии. Кто несет ответственность за то, что произошло? Родители или учителя, которые не доглядели? Вообще в целом, если даже не применительно к этой ситуации. На ком ответственность? Ну, я бы вот здесь на вопрос, кто виноват, на данный момент не стал бы сразу навешивать ярлыки. Потому что, скорее всего, конечно, есть какая-то доля ответственности и на родителях, и на школе, и на всем обществе в целом. Где стало возможным приходить в школу с ружьем и нацеливать на живых людей, на своих одноклассников, на своего учителя. Это ранее было вообще недопустимо совершенно, даже в том же Советском Союзе, или более ранние годы. Ну, вообще это было бы, ну, как бы не научная фантастика даже, чтобы вот так люди, дети ходили по школам. Поэтому я считаю, что здесь кроются какие-то системные в обществе какие-то вот присутствуют характеристики, которые допускают. И одним из признаков вот таких системных принципов, которые сейчас допускают подобные моменты, это, например, героизация героев, которые нарушают закон асоциальный, расстреливают полицейских, людей. И они молодцы, как бы получается, в результате морали этого фильма. Они обучаются такой форме поведения в компьютерных играх, где они расстреливают как можно больше людей, и они побеждают. Это также связано и вообще с тем, что, возможно, нету в самом обществе присутствует некая равнодушие друг к другу. Это твоя проблема там, да, это сам решай свои проблемы, ты один. И вот эти вот, и отсутствует общественная ответственность. На мой взгляд, должна сейчас формироваться гражданская общественная ответственность и общество как в целом, и каждого из нас. Потому что если раньше мальчик обижает девочку, и любой взрослый, который проходил мимо или старше, он говорил, мужчине нехорошо обижать девочку, извинись перед ней, помоги, и так далее. То есть мы всем миром воспитывали, не воспитывает только школа, не воспитывает только родители. Все общество, весь мир воспитывает. И поэтому мне бы хотелось, чтобы люди поняли, что именно от них зависит то, в каком будем мы жить обществе. Там, где расстреливают, там, где ходят с ружьями в школах и нацеливают. Или мы будем жить там, где люди помогают друг другу, где нравственность царит, морально-нравственные законы, доброта, человечность являются важнейшими составляющими нашей жизни. Спасибо. Анатолий Викентьевич, я знаю, что вы знакомлены хорошо с исследованиями. Вот в данной ситуации прочитала фраза «ярлыков на всех не навешаешь». Действительно, мальчик, как и большинство наших подростков, характеризовался тоже, естественно, положительно. Сейчас я знаю, что даже одноклассники и родители в его защиту собирают подписи. Скажите, вообще можно ли определить, или много ли вообще детей этого возраста находятся, условно говоря, в этой зоне особого пристального внимания? Или мы зря паникуем и процент их мал? Ну, прежде всего, хотелось бы не драматизировать данную ситуацию. И надо сказать, что впереди планеты всей в таких вот подобных ситуациях отнюдь не Россия. А по данным Международной исследовательской организации по образовательным программам и образовательным услугам, как раз вот процитирую, что по части прогулов, уроков, оскорблений учителей и вандализма, лидирует в мире Швеция, как ни странно. И об этом пишет в своей работе вот Дэвид Эберхард, известный шведский психиатр. Работа так и называется. «Дети у власти. Точка. Чудовищные плоды либерального воспитания». Конечно же, здесь надо помнить этот момент, что в Российской Федерации было проведено исследование с Санкт-Петербургским психонерологическим институтом имени Бехтерева. Это изложено в монографии «Детские неврозы», где указано, что по разным регионам России от 20 до 40% школьников находятся в промежуточном или, как мы говорим, пограничном состоянии между нормой психической и психической болезнью. То есть, они еще не больны, но уже не здоровы. Так называемое пограничное состояние, что такое 20-40%? Это от 6 до 12 человек в классе из 30 человек. Находится и в какую сторону повернет. То ли они выйдут к психической норме, то ли обострятся эти черты в силу различных обстоятельств. Это уже зависит от различных факторов. Здесь один фактор невозможно назвать. И, конечно же, вот хотелось сказать, опять же, возвращаясь к этой работе шведского психиатра, в значительной степени родители в настоящее время, собственно, во всех рыночных обществах родители заняты интенсивным трудом. Естественно, они устали. И тем более современный, так называемый, либеральный тренд состоит в том, чтобы стать друзьями своими родителями. Да, действительно, родители и дети должны быть друзья. Но при этом надо не забывать, что родители – это старший друг все-таки. А мы уставшие с работы. Мы позволяем детям сидеть до полночи с компьютером, до полночи смотреть телевизор. Мы готовы выполнять любви их прихоти, лишь бы не создавались дополнительные проблемы у нас. Вот это тоже вторая, так сказать, часть этой проблемы. И это мы вполне понятно, объяснимо. Родители устают. Интенсивность труда все возрастает и возрастает в рыночном обществе. Второе, как я уже сказал, это именно пограничные психические состояния. Большое количество. Ну и существует, конечно, и ряд других проблем. В частности, это, наверное, дело не в том, чтобы написать очередную программу найти какие-то недостатки, как мы встречаем в высказываниях отдельных представителей. Значит, ну, если конкретно говорить, да, уж своими прямыми словами, значит, амбудсмена, детского амбудсмена Кузнецовой. Дело не в том, чтобы написать очередную программу. Совсем не нужно изобретать велосипед. Будучи в Германии, например, когда мне там пришлось так, довелось быть, значит, в Германии по линии Совета еще молодых ученых, я тогда был еще молодым ученым. Я общался с директорами школы, разговаривал, спрашивал, как у вас выстроена воспитательная работа с детьми? Они сказали, очень просто, очень просто. Это, первое, бойскауты. Это пионерская организация только в синих галстуках и без политинформации. Она полностью удовлетворяет потребность подростка в романтике, в приключениях, где показать себя настоящим мужиком. Ведь если посмотреть на этого парня, собственно, что он сделал? Ведь он, если взрослый разумный человек, не пойдет на это. Это детское, детское в нем, подростковое. Второй компонент, я очень быстро, второй компонент, это беседы на морально-нравственные темы, которые, как правило, проводят священники различных конфессий. И мусульманские турки там учатся, и католики, и протестанты. И третье, самое важное, на которое мне особо хотелось обратить внимание, это психолог. Мощная фигура психолога в школе. И вот вопрос об ответственности. Кто виноват? Так, кто виноват? Надо, в первую очередь, спросить, как работал психолог в этой школе. К сожалению, у нас в условиях экономических трудностей психологов остаются на полставки. Зачастую остаются, и их отдают предметникам. В то время как наш институт психологии образования каждый год готовит квалифицированных психологов, кадры психологов. Спасибо большое. Вы сейчас, по-моему, комплекс целый, вот как раз вопрос, который хотелось бы обсудить, подняли. Но вот вначале обратим внимание на наш традиционный опрос в группе ВКонтакте. Мы спросили у наших телезрителей, кто должен отвечать за поведение ребенка. Напомню, именно этот вопрос сейчас больше всего муссируется в обществе, перекладывает вино с одного на другого. И обратите внимание, почти 91% проголосовавших наших телезрителей ответили его родители, больше никто. 5,5% педагоги переложили ответственность, это их работа указывает они, ну и воздержались, либо иной вариант ответа выбрали 4%. Все-таки теперь, да, Лилия Рейфовна, вот хотела бы уточнить у вас, как вы относитесь к этому, к этим результатам. Ну что, я действительно, и у меня тоже свой опрос, как говорится, присутствует в исследованиях. Действительно, сейчас такая тенденция присутствует и в школе, и в обществе, все перекладывается на плечи родителей. Но, во-первых, у нас нет такого понятия, как компетентность, ну то есть не воспитывается, не формируется компетентное родительство. Они просто даже не знают, что им делать, как им делать, как им поступать. И необходимо готовить родителей. И мне кажется, со школьной скамьи нужно вести вот эту вот... Ну были такие уроки семейной жизни. Какую-то дисциплиность, да, где их бы готовили как родителей, обучали бы, они тренировали бы, обучали их распознавать те или иные феномены. Как с этим работать? Вот по поводу распознавать. Дело в том, что у нас смотрят многие зрители, которые, я думаю, как раз-таки у них многих есть подростки в семье. Мы в той же самой беготне за зарабатыванием денег, ситуация жизненная такая, можем упустить некие моменты тревожной звонки. Я бы вас попросила, Лилия Рифовна, сказать нам, на что обратить внимание. Как вы думаете, вот та самая симптоматика, я не прошу сейчас клинической истории, разумеется, я прошу просто вот явные признаки. Признаки, когда нужно идти к профессиональному психологу и даже, может быть, к психотерапевту. Ну, конечно, здесь признаки дезадаптации должны быть, как в школе, ну, например, жалобы учителей там на поведение. Ребенок или ребенок стал часто болеть почему-то, или он стал часто, или непонятно, когда уходить, то есть не связано с расписанием, непонятно, раньше приходить, возможно, у него какие-то проблемы со сверстниками и с учителями в том числе. Вот. Могут быть проблемы, связанные и в отношениях дома тоже. Родители же видят, что ребенок стал нервным, возбудимым или замкнутым. Часто плачет, например, сниженное состояние, либо наоборот, слишком. Это явные, да, признаки. А есть ли скрытые какие-то еще? Ну, вот эти скрытые признаки есть, что, во-первых, изменение в настроении ребенка, изменение в поведении ребенка. В первую очередь вас должно привести либо снижение настроения, либо наоборот, его слишком повышенное, возбудимость высокая, нервно-психическое напряжение, количество конфликтов увеличилось в семье с ребенком. Ребенок говорит, что ему что-то не нравится, то есть он или говорит об этом, вы видите, эмоции выражает и поведение. Вот три части смотрите, о чем он говорит, что он чувствует и как он себя ведет. И вы видите, для того, чтобы понять, что неправильно, нужно знать, что правильно. То есть у ребенка должно быть состояние внутреннего психологического благополучия. Он должен быть гармоничен, спокоен, радостен, хорошо учиться и с радостью идти в школу, с радостью идти домой, заботиться о ближних, быть внимательным. У него должны быть друзья, с которыми он общается, с которыми ему хорошо. То есть одиночество – это тоже признак неблагополучия. То есть почему, что происходит в школе, что происходит в его окружении, что происходит с ним самим. То есть вот это вот признаки, на которые нужно обращать внимание. Спасибо, Анатолий Викентьевич. А я хотела бы, знаете, в какой части еще попросить вас уточнить. Вот вы говорили про ту самую группу риска. Скажите, можно ли обозначить возраст, когда еще можно скорректировать? Можно ли это сделать 17-летними? Вот вы говорили про эти исследования. На самом деле ужасающая цифра. Конечно, конечно, среди школьников, естественно, можно. Главное – вовремя выявить. Вот в чем дело. И здесь опять я возвращаюсь. Это роль школьного психолога. Надо увеличивать. В свое время я работал в 116-й медико-биологическом лице, 116-й школе. У нас было два психолога. По начальным классам один психолог. И я отвечал за средние и подростковые классы. Вот тебе и ответственность, кто отвечает. Потому что большую часть времени школьник проводит без родителей. Родители на работе. Кто видит его большую часть времени в школе? Психолог. Вот вопрос ответственности. А можно мне тоже добавить? А психологов сейчас в школе? Очень мало психологов. Очень мало. И недостаточно уровень. Иногда все-таки нужно повышать квалификацию психолога, профессионализм. Их нужно увеличивать. То есть я не сказала, что два достаточно. Как минимум должно быть два психолога на каждую подгруппу возрастную, на младший. Там 2-3 психолога, подростки 2-3 школы, старшие 2-3. С самим педколлективом нужно работать еще. Я сейчас напомню. По-моему, в свое время сокращение как раз-таки ставки педагогов, психологов, школок была из-за финансового вопроса, экономического. Конечно, экономические трудности в первую очередь именно вот как бы попали. И сейчас, учитывая вот эту всю историю, учитывая вообще в целом то, что волна такая по стране идет. Как вы думаете, есть ли шанс, может быть у вас в кулуарах где-то что-то слышно, изменить ситуацию? Пойдут ли школы на дополнительную все-таки идеицу? Ну, если будет финансы, если будет общество решит, и оно окажет свое мнение как-то решительно, что необходимо менять ситуацию, что просто безопасность детей, уже сейчас речь идет о безопасности, дети в опасности в школе, где они должны, на самом деле, одно из самых безопасных мест должно быть для ребенка. То есть, родитель отвел ребенка в школу, или он ушел в школу, он спокоен, он там учится, с ним происходят какие-то процессы развивающие, там хорошие и так далее. Еще. Вот, и да, вот я хотела сказать, что недостаточно только психологи, это помощники учителей в большей степени, нужно повышать квалификацию самого учителя, нужно работать не просто вылавливать отдельно, нужно работать с детскими коллективами, чтобы климат был благоприятный, понимаете, чтобы они были настроены на учебу, чтобы они чувствовали себя безопасно, не было оскорблений, унижений, издевательств ни со стороны учителя, ни со стороны самих сверстников. Это профессионализм учителей нужно повышать, а они должны работать в сотрудничестве с психологами, с родителями, тех же самых родителей нужно обучать, как правильно взаимодействовать со школой, как правильно взаимодействовать с сетьми. Поняла, есть у нас такой момент еще, учителя, вот слишком много мы говорим, учитель должен, учитель должен, учитывая его нагрузку, все вот эти программы, которые он ведет, возникает закономерный вопрос, а учитель в итоге что-то сам, куда-то вот эта эмоция отрицательная, не просто так же учителя, срываются на, я просто хочу для объективности, не выступая в защиту тех или иных людей, с другой стороны. Конечно, погодно. Но есть ли какая-то система помочь учителям самим тоже, потому что одно из мнений, которое прозвучало, что им тоже нужна защита. Совершенно верно. То есть должны защищаться не только дети психологической помощью, юридической помощью какой-то, их права, как говорится, нужно защищать и права учителей, в том числе их. Также должны выделяться психологи, которые работают сами, работают с педагогическим коллективом, с его здоровьем и со здоровьем отдельных учителей, понимаете. И работать со взаимодействием учитель-ученик. Это обязательно, самая даже, можно сказать, важнейшая часть. Будет здоровый учитель, будут здоровые дети, понимаете. Вот, поэтому, конечно, это так. Вы хотели дополнить. Мне хотелось здесь вот что обратить внимание. Вы знаете, как часто это бывает, вместе с грязной водой выкинули ребенка из ванночки, да? В свое время с свержением коммунистической идеологии также остался в тени Макаренко, в то время как известный педагог Макаренко сейчас, в настоящее время, очень популярен, авторитетен в Японии. И там проводятся конференции по Макаренко. Почему? Потому что учитель... Они тоже столкнулись с проблемой социальной, вот такой вот незащищенной детства? Это одно. Другое. Учитель в силу его загруженности, ему невозможно дойти до каждого ученика, создавать коллектив, работать с коллективом. Тем более, это соответствует менталитету восточных народов. Мы коллективистические культуры. И вот этот вот момент, то есть надо вспомнить Макаренко, старые методики эти. Конечно, без всей идеологической этой шелухи это понятно. Это один момент. И второе, это роль телевидения. Вы знаете, какая популярная программа в Соединенных Штатах? Это программа для родителей. Мы переняли у них вот эти вот все телешоу, где разбирают все грязное белье, вытаскивают, не хочу называть известных телеведущих, но это противно смотреть, кто кому изменил и все так далее. Вот не эти телешоу популярные в США, а популярные телешоу Эда Лишан. Это доктор психологии, которая написала книжку «Когда ваш ребенок сводит вас с ума». И она же ведет специально. И очень хотелось бы, чтобы у нас на телевидении тоже были бы такие же программы для родителей. Благодарю вас. Дело в том, что эфирное время подошло к концу, хотя, мне кажется, разговор наш только разгорелся. Напомню, у нас сегодня в студии были представители Казанского федерального университета Института психологии и образования Лилия Факрудинова и Анатолий Нехорошко. Спасибо вам большое. Благодарю за то, что пришли к нам сегодня в студию. Это была программа «Главные новости» в студии Лилия Анатольевна. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова